Привет, зрители! Сегодня с вами Audi A8 Автомобиль, который я не ожидал увидеть у себя на канале Равно как и вы, я думаю, не ожидали проехаться на нем А все потому, что приоритет в моих видео для вас специально в том, чтобы давить горшинку по полной Наслаждаться перестарениями и, конечно же, ускорениями с торможениями В общем, все то, что существует водитель А этот автомобиль для тех, кто сзади Более того, у нас еще и длинная версия на тесте Это Audi A8 с литерой L Да, удлиненный вариант Роскошь, роскошь, красота, стиль, шик Относится к топовым моделям большой тройки Конкурент BMW 7 и Mercedes S-Class, соответственно Только от мира четырех колец для тех, кому хай-тек Потому как хай-теком машина буквально дышит и пропитана им насквозь Я вам покажу несколько фишек, которые действительно меня заставили порадоваться и восхититься Прикасаясь к этому автомобилю Правда, отмечу, что большая часть возможностей, конечно же, для тех, кто сзади И это заставит меня несколько погрустить, что ли, да Потому что никто из вас, я думаю, для того, чтобы лично брать машины, выбирать ее не будет Потому как, чтобы самому ездить на таком автомобиле, нужен здесь не A-S Вот тогда да, вот тогда сил 600 и поехали А здесь всего лишь 340 Но начнем мы, конечно же, спереди А все потому, что сперва мы рассмотрим моторный отсек Потом заведем этот двигатель и переместимся назад Посмотрим, что происходит там Открываем вместилище мотора, как я говорю У нас есть и багажник, там багаж вмещается Ну, а здесь, соответственно, двигатель Посмотрим, что тут Итак, естественно, естественно Все открывается пневмопорами Смотрите, какие мощные мозги, да Сколько здесь входов И один, кстати, свободный Видимо, для какой-то особой функции Обращаю на себя внимание привычный бачок от Audi Очень мне забавляет Такая пузырчатая сложная форма Давление держит Но мотор V6 FSI Кстати, ничего особенного Все потому, что видели мы его и откатывали не раз Поездки были на A7, соответственно, 340 сил На Q8, космическом кроссовере Тоже с этим же мотором Он всесторонне встречается на автомобиле Audi И ничего удивительного в том нет Хватает его в большинстве случаев для большинства автомобилей Впрочем, кто хочет мощнее, есть еще V8 460 сил Ну и, конечно же, S-версию тоже ждем Для жесткости кузова есть тут соответствующие части И, кстати, отмечу особую фишку Кстати, как они называются, эти распорки? Я называл их откосами Может, это было неправильно Прямоток от Audi, кстати, вы посмотрите Вот это да Вот это, кстати, неожиданная история Смотрите, как стали изящно работать с моторами И тут вход прям Класс Вот класс Вот здорово, а? Сложно, но эффективно Потрясающе работают немцы И в максимальных топовых версиях Конечно, доставляют Доставляют особый кайф от управления Особый кайф от ощущения автомобиля Смотрите, как интересно Тоже сделан воздухозаборник Весна, вернее Весна сменила лето Осень сменила зиму Видите, как все у меня наоборот в моей жизни Но хотя бы, конечно, про осень Приходится выкручиваться Прямой формат Ставьте лайк Поддерживайте комментарием Потому что не всегда получается Поток сознания обуздать Особенно, когда он рвется При общении с таким автомобилем Кстати, для тех, кто любит экономить Очевидно, что подобная машина Выбирается для корпоративных нужд Есть отечественно адаптированный дизель 249 сил Мы его на туалете не видели Так что Сэкономить на таком автомобиле Тоже можно Хотя какая тут экономия Этот топ, он должен быть максимально Фарширован Потому что это В хорошем смысле слова Обоснованный понт Запускаем шестерку Оживает автомобиль Взлетают Твиттеры Динамики Воскочастотные Так называются Купольные они Видите, отражатели Бэнк и Доллс Крутизна И идем назад Кстати, еще один момент Видите, доводчики Двери, кстати Закрывать не нужно сильно Они все доводятся автоматически Для этого класса Это норма И опять же, да, на ручку Сильно тоже давить не приходится Все адаптировано Здесь Лепота и красота Но, кстати Не хочу я много времени здесь проводить Потому что В рамках канала Я рулю Я поездил сзади Понадавлял на кнопочки И тут Красота Красота, лепота Причем управляется Все Множеством Элементов Шторки Все с электроприводом Все Подпружинено Если нужно Если нужно Стоит сервопривод Чего здесь Только нет Обращаю на себя внимание Кстати Мультимедиапланшет Вот такого я еще не видел Отдельный планшет Ауди, смотрите И все это дело Завязано В Блогах Комфорта Соответственно То есть у нас получается Любой может взять И настроить Соответственно Сидение Не как там Выбирая здесь Да Просто выходя через Современный Как я говорил Хайтек То есть Все что можно сделать С планшетом Можно также напрямую Выбрать И Как вы видите Классическим способом Но вот это конечно Не нравится больше Видите Все синхронизировано Все круто А здесь кстати Давайте задействуем Здесь Андроид Вы представляете Вот Вот Ауди Дает Что называется Это называется Максимально Максимально Что слов не подобрать Когда я не могу Подобрать слов В данном случае Это значит Что все Великолепно Особенно кстати Отмечу тоже Вот Если есть возможность Сделать что-то круто Здесь это сделано Осталось только Моторизировать Направляющие Обычно на Топовых кондиционерах Кстати домашних Они могут сами двигаться Жалюзи эти Круто Кстати говорят Жалюзи по-моему Ну Поправьте Если Знатоки русского Круто Очень круто Очень технологично Очень Практично При этом Хотя в какой степени Практично Касание Палец Как говорится Или пальцев Заставляет Потом протирать Все это Лак он Не терпит К сожалению То есть Придется потом Обслуживающий персонал Нанимать Который будет Постоянно Натирать Этот автомобиль Ну да Именно поэтому Кстати Джойстики Предпочитали Ставить на Топовые версии Потому как Взаимодействие С руками Не всегда Приводит К нужному Результату Вставляем Обратно Планшет Мы видим Здесь тоже USB разъем И Присроводная зарядка Тут целых две Одна тут Одна здесь Соответственно Еще одно вместилище Для телефона Зарядка Здесь тоже Ниша Кстати Вот Для чего Она Я так И не понял Что здесь Можно прятать Что здесь Можно разместить Я думаю У вас фантазия Богатая Можете написать А может Что-то здесь Можно спрятать Бог его знает Интересно Что машина Подводит Детей водить Тоже И моторизировано Здесь буквально Все Даже Подголовники То есть Надо выбрать Соответственно Кресло Чтобы рассказать Про мультимедиа Даже заднюю Нужно потратить Наверное Минут Наверное Двадцать Я думаю Да Чтобы все разложить Все потрогать Все показать Разложить Это невероятно Это К моему Скажем так Контенту Относится слабо Поэтому мы с вами Лишь Должны знать Что вот такие Прекрасные автомобили На которых Многие из вас Поездят только Например Если поездят На каких-нибудь События глобальных Например Свадьба Ближайшая Машина Для свадьбы Подъезжает Роскошно Прямо Все Жизнь Далась Ну Я к сожалению Уже Далек от этого Что называется Поездил Ощутил Проникся Восхитился Невероятно Ну а теперь Еще один момент Заглушим Пока Наш автомобиль И посмотрим Мобильник не оставишь Просто так Машина Что называется Подсказывает Ну а тут еще Задняя оптика Отдельно Мне кажется Предмет для Восторга Восхищения Полностью диодная Что естественно И в Ауди Вводят Новый Новый Условно старый Да Элемент Вспоминайте 90 И были модны Сплошные Ленты Но тогда диодов Не было Вернее были Но дорогие И слабо светили Теперь Ситуация иная Машина Смотрите Как она красива Да Как она Оптически Защурена Сделана Чтобы восхищаться Автомобилем Реально Да То есть Смотришь Во фантастика Невероятно Невероятно Но отмечу Что здесь Кстати Нету Это имитация Имитация Выхлопной системы Она спрятана Снизу бампера Естественно Оставили Я думаю Для L8 Да Для S8 Видите Насколько меня Выбивает Из канвы Подобный автомобиль Хотя Вроде бы Я должен быть Воздержанный Выдержанный Такой четкий Но На счастье Могу себе позволить Эмоцию Без бумажки А как видите Подобные автомобили Будоражат кровь В данном случае Скорее В сторону Шика Шикует Мой организм Наслаждается И место спереди Конечно же Все таки Не для того Кто Выбирает автомобиль Чтобы ездить Сзади Спереди у нас Наемный Как правило Труд И К этому Человеку Тоже Конечно же Позавидую Даже может быть Больше Тому Кто ездит Сзади Потому что Здесь Отличный Инструментарий Который Позволяет Выполнять Все задачи По перемещению Транспортного Средства Под названием Audi A8L Куда Нужно Знакомая История С Мультимедией Систем Мы ее Видели На А7 Я говорю Про видео Которые Доступны Можете Посмотреть На канале Соответственно Z-Drive Мультимедиа Тоже Снизу Позволяет Нам Выбрать Любые режимы И я не хочу Сейчас на них Заострять свое внимание Опять же Это бесконечный Долгий Рассказ Здесь по сути Два экрана Один Работает Больше На Возможности Функционал Верхний Соответственно Ориентирован На мультимедиа Систему На Жизообразные Настройки Движения Ну а тут В основном Царит Климат И прочие Настройки Позволяет Машина Конечно Очень много По нише Сделать Высоту Изображения Высоковато Задран Худ Естественно Отказ От кнопок Не привел К тому Что стало Удобнее Если честно Старались Максимально Не повторять Ошибы Которые Мы помним По GM Там просто Сделано Нажимаешь Не понимаешь Ты нажал Или нет Здесь все Каждое нажатие Подпружение То есть Ты знаешь Что ты нажал Кнопку Все окей Я же В варианте E Efficiency Ну Индивидуал Конечно Получше Настроен Максимально Эффективно Привод Только на умеренность Все остальное В спорт Зажимаем И поехали Потому что Сейчас Я человек Который Везет себя Сам И может себе Позволить Движение Драйв В максимальной Максимальной Сфере Хочу отметить Еще несколько Фишек В целом Придраться Подобным Автомобилем Очень сложно Видите Не нужно Сильно Не давить Ничего Все делается Само Тут шильдик Ауди Эсклюзив Потрясающе Какая красивая Дверь Произведение Искусство Что инженерного Что Дизайнерского Что по материалам Везде Где можно Дотронуться Использован Дорогой Материал Не пластик Да Пластик Вот берешь Здесь Пластиковая часть Понятно Потому что Она прилегает К Консоли Здесь не нужно Чтобы максимально Надежно Здесь тоже Пластик Используется Понятно Почему Потому что Нога постоянно Чиркает И естественно Должен быть Изостойкий Материал Тут То что не Марается Нашими условиями Кстати Вот видите Тут тоже Дополнительные Элементы Пожалуйста Фишек Которые здесь Можно найти Их Огромное Количество И все Да Хочется Подрывать Может что-нибудь Еще не показал Пока не нашел Невозможно Мануал тоже Нужно считать Огромное Количество Времени Поэтому Мой тест Я предлагаю Просто Восхищение Погружение В то Что может быть И что мне хотелось Было доступно Каждому из нас Ну достойно Таких вот Продуктов Невероятных Да Ценой Скажут Я могу на периферии Пять квартир За эту машину Купить Да Потому что Ну стоимость Действительно Удивляет Некоторых Но Это Очень круто Это очень круто И поэтому В этом и смысл Таких автомобилей Быть максимально Крутыми Максимально Передовыми Максимально Поддерживать Что называется Интерес к себе Потому как Архаика Пускай будет У других марок Ну а здесь будет Максимальный хай-тек И аудио Предлагает нам Вот так вот Сношебательный Вариант Вариант Круть Поехали Давайте сбросим Расход Привез 12 лидеров На Russian driving Вы можете посмотреть Как я сюда ехал Естественно По разнообразным Фишкам По возможностям Здесь есть все Кроме контроля Слипызон Я их так и не обнаружил Как так Нашпиговываю на Ауди Пресенс Да Все возможности По дополнительному Какому-то Контролю Видите Можно настроить Приходится постоянно Вырубать Все дело Потому что Я человек Такой Какой Европеец Быть Наверное Не может Я сразу Прав Решается Потому что Педаль в пол Погнали Глаза квадратные Лечу Потому что Ауди Это дорожный космолет Способный ехать В любых скоростях Кстати Одна еще фишка Заставит меня Сейчас остановиться И открыть Дверь Во-первых Это конечно Супер хай-тек Который Восхищает Ставим на паркинг Открываем дверь И смотрим На заднее колесо Смотрите Я надеюсь Вы уловили Поставлю сейчас На паркинг Посмотрите Чтобы было видно Колесо Двигается Смотрите Вот сейчас Очень хорошо видно То есть Это полноуправляемое Шасси Мало того Что полный привод Здесь Так еще Максимально Машина Расправляется С движением То есть Невероятно Для подобного Автомобиля Вроде бы он Не для драйва Но Возможность управления Еще задними колесами Это круто Вот за это И Что называется Любой каприз За ваши деньги Когда речь идет Про топы Ну конечно Естественно Естественно Очень круто Поехали Дорогие зрители Каждый из вас Кто разбирается В автомобилях И умеет Подбирать запчасти Для него По оригинальным каталогам Заинтересуется Этим предложением Вы можете легко Открыть свой интернет-магазин Это запчастей Аксессуаров В своем городе Или поселке По франшизе Юлсан И начать зарабатывать На том Что вам нравится И на том Что вы умеете Под брендом Юлсан Открыто уже Более 200 магазинов По всей России И сеть Закомендовала себя Наилучшим образом Оставьте заявку На официальном сайте Сейчас И при одобрении Уже завтра Сможете открыть Свою Юлсан И начать зарабатывать А если Воспользуетесь Моим промокодом ZDRIV То вас ждет Отличный Стартовый бонус Ссылки В описании И лежачий полицейский Тут их кстати Проложили Это хорошо Можно будет Здесь начинать маршрут Чтобы проверить Плавность хода Хоп На небольшой скорости Она вполне Достаточно Но кстати Если увеличивать Ход Диаметр колес Здесь 20 И низкопрофильные Шины Отмечу Что передняя часть Автомобиля Не является Мягкой Хотя Плавность хода Достаточно Потому что У нас здесь Пневмоподвеска Она обеспечивает И Необходимость Например Поднять автомобиль При парковке Допустим Ну и возможность При ВС режиме Все это дело Поджать Выбрать Динамик Мы видим Опускается Кузов И машина Начинает По обычному Устойчивому выражению Прилипать к дороге Я не очень его люблю Потому что В целом Оно не Отражает Того Что происходит И Сейчас мы Проверим Эта же Трасса Трассовый режим Наиболее Любимым вами Дисциплина Естественно Мы не будем Развать Максимальную скорость Она ограничена 250 км в час Поэтому Без прошивок Без Расчиповки Раскрыть потенциал Даже не самого мощного 340 Сильного мотора Будет Невозможно Разгон до сотни По моим замерам 6,3 5,7 Обещают Полсекунды Непринципиально И Учитывая Что машина Новая Еще не обкатанная Заоставить внимание О том Что слегка Не добрали Я не буду Лишь вас А потом Повещу Соответственно Динамики С 6 секунд До сотни Достаточно В подавляющем Ситуации Тем более Кому мало Как я уже говорил Есть и другие моторы Ну и С 8 Можно подождать Там Еще круче Будет Еще круче Еще для водителя Больше всего Еще больше Ну что Проверяем Проверяем В 6 Я помолчу Послушаем Вот этот грузовик Маневры делали Смотрите Мгновенный Выход На запределенные Скоростные режимы Для нашей страны 340 сил Более чем Достаточно Я думаю Каждый из вас Со мной согласится И Движение На Больше Скоростях Приведет К тому Что придется Сплатить Больше Штраф И да Да Я вот по прежнему Держу в уме И забываю все Никак не получается Мне ауди укольнуть А ведь надо Надо укольнуть И я это обязательно Сделаю Чуть-чуть попозже Друзья Чуть-чуть попозже Главное не забыть Про это сказать Ну и едем Мы смотрим 120 на спидометре Даже в S-режиме Динамик Мы включили уже Восьмую передачу 2000 почти оборотов Чуть-чуть надо Добавить ходу Чтобы Сделать все Ровно Добавляем до двух Сколько у нас получается Сто тридцать две тысячи Сто тридцать две тысячи Отличные обороты На Двухсот шестидесяти Будет Всего лишь четыре Потенциал По трансмиссии Отличный Восемь передач Красота Красота Жаль у нас не Германия Я бы же сейчас шел Весь опор Автомобиль доставляет Особенно в S-режиме Динамики Поджимается подвеска Становится чуть жестче Но разумно Все Вот Genesis Здесь нет совсем Абсолютно Она отсутствует Напомню Вы видели Т-108 Вернее А-5 Потом вот Genesis G70 По цене Как А-5 Да И Сейчас вот А-8 Понятно что Совершенно Не конкурент Выше Но тут Немец Вот немец едет Неважно Лексовый топовый Представительский Или более доступный Он становится лишь мягче Но при этом Столь же хорошо держит дорогу Очень круто Очень круто И очень тихо Не слышно Ни двигателя Легкое Шевеление Да Такое Шин я бы сказал Можно прослушать И легкое Движение ветра Такое легкое Далекое Далекое То есть ты едешь Не важно 130 на спидометре 80 Понять скорость По Шуму Почти невозможно То есть Ниагих вариантов Даже педаль в пол Сдержанно Злое Звучание мотора Очень где-то Тоже далекое Сзади его Совсем не слышно Задача этого автомобиля Быть максимально комфортным Для тех Кто сзади Не лететь Не лететь Не разгоняться Вот так вот Бешено Смысла в этом Никакого нет И плавность машина Обеспечивает что надо Особенно в соответствующем режиме Там появляется Задефированность педали Воспользуемся тормозами Лучше Воспользоваться Динамикой Перестроения Скорее всего Очень резко Тормозить Тормоза тоже Безупречны Равным образом Вот мы возьмем Любую Ауди По большому счету Я не знаю Кстати как совсем уж По Платформе уже МКУБ Которая делят С Доступность Шкоды И Вольсваген Все таки Ауди Ходит премиум Но Наиболее дешевых Вариантах Встречается Платформа Доступнее И возможно Там отличий Меньше Еще один момент Я хочу вам Нужно показать Как раз Здесь есть Для этого Повод Это Дверная ручка С одной стороны Я сказал вам Превосходство материалов Всюду Лак Красота Моторизированные части Которые добавляют Драйва Казалось бы Да ну зачем Вот это вот все Да ну Ведь Это в какой-то смысле Даже сложнее Чем настроить Воздуховод Тем не менее Тем не менее Я отмечу Одну немаловажную деталь Это Дверная ручка Как видите Слегка можно Надавить Но тут Ты открываешь Дубор И мы видим Что это Это пластик Это пластиковая Дверная ручка И это конечно Удивляет Если честно Я долго смотрю Думаю Да не Ну реально Да ты видел Покрашенный пластик Выглядит восторг А Оказывается Пластик Напишите Допустим Или использование Пластиковых Дверных ручек В автомобилях Такого Класса Потому что В остальном Ну превосходство Отмечу кстати еще Чем хорош Ауди рычаг Он хороший вот этим Он очень стабилен Он жесток В хорошем смысле слова И позволяет Использовать Как подпорку То есть мы выбираем Движение Банально расположив В уровне Он не сбрасывается В нейтраль Он не уходит В какие то непонятные режимы Да Все четко Все правильно Вот такая вот Эргономика Водушевляющая Ну что Поехали потихонечку Вот такие вот дела А вот здесь кстати Алюминий А вот здесь вот алюминий Поехали Придавим в пол Проверим Наше полноуправляемое шасси 340 сил Ауди А8Л Автомобиль Которому не свойственны Такие режимы Запредельное движение Он должен степенно Спокойно рассекать С чувством Собственно стоя Ну мы проверим Невероятный держак С него подвеской Просто невероятно Здесь машина уходит Уже свистит колесами Но цепляется Доворачивает задком И очень естественно Я человек который не умеет На самом деле быстро ездить Я слишком далек По большому счету От гоночного мира Хотя я всегда мечтал Быть человеком Который Завоевывает Топовые места Но увы Природного таланта Скоростного у меня нет Есть возможность Так вот Добить отчаянно Гошетку Раскрывая автомобиль На дорогах Которые для этого По большому счету Не созданы Но тем не менее Друзья Возможности Должны быть понятны Тяга Есть Устойчивость Есть И так быстро Этот поворот Я не проходил Мне кажется Никогда По большому счету Цепкость Крупного Седана Представительского Класса Созданного Для покорения Автобанов Да Позволяет еще И поворачивать Так как Некоторые Автомобили Более доступного Класса Не поворачивают При этом Отлично Тормозить И Быть безупречным По большому счету Быть безупречным Ну лишь Причудой комплектации Автомобиля Удивляет Например Отсутствие Мертвых зон Кто-то не поставил Видимо где-то Галочку В конфигураторе Такое Бывает Такое бывает И удивляет Конечно же Но Раскрыть автобанный Характер Ауди А8 По большому счету В ближайшем Подмосковье У вас вряд ли Получится Нашпиговано Все камерами Так что Будет просто дорого Это возможно По большому счету Максимальную скорость Не контролирует Никто Просто платить Не будет Как в Испании За вами выезжать Наряд Там Бежать И говорить Вот ты превысил скорость Все давай Права Нет Просто будешь Платить Постоянно 5000 рублей Потому что Медленнее на этом Автомобиле Ехать конечно же Можно и в режиме Например Распользуемся И в финшенстве Как раз То что надо Ослабляется Ответная реакция На акселератор Машина расслабляется Сама по себе И ты уж такой Ооо Видите как работает Сразу же Уходит В зону Такой же Опа Но все равно Давайте въехать Даем педаль Невозможно Ты что немец Он создан для того Чтобы летать Страна Германия Чуть кащуственную Фразу я не сказал Но Автобаны По всему миру Я считаю Вот это было бы правильно Потому что Ну Смотри Динамика Посмотрите Как она идет Роскошно Как она тормозит Великолепно Не в сторону Ни лишнего Звучка Ничего Автомобиль готов К любому С течением Соединенных Дороги И отработает Что надо Вот так вот БМВ приехал Вот так вот Вот так вот Нечего сказать Нечего сказать И именно поэтому Журналисты И некоторые Представители Моего Поприща Словного Блогинга Автомобильного То нам Нечего Про него сказать Это скучный Автомобиль Он скучный По салону А потому что Нечего сказать Потому что он Совершенен Либо он Автомобиль Скажем так Настолько Плоский Что нечего сказать Он нормальный Он нормальный Тоже нечего сказать Либо он настолько Хорош Что тоже нечего сказать Либо он настолько Хренов Что не говори Он абсолютно Фигов Поэтому сложно Понять Что хорошо Когда автомобиль Слишком хороший Тебе нечего сказать Или он Обычен Тебе нечего сказать Например Тут тоже, кстати, педаль газа написана адаптивная Но кроме информационных команд каких-то Она мне ничего не дает То есть вот как в Infinity нет такого эко-режима Когда ты чувствуешь, что сейчас Тебя обратно отжимает педаль газа Здесь такого нет, кстати Поэтому, честно говоря Напишите, что вы думаете Что лучше, когда машина Просто обычная, у нее все нормально Без особенностей Или когда она совершенная И тоже получается, что Что-то сказать не получается Ну реально, ты не находишься Ты понимаешь, педаль откликается как надо Мотор тут же уходит в нужные обороты Не малейшей придирки Можно только открыть дверь и найти ручку Единственную сделанную из пластика Безупречно держит прямую Никакого ерзания вправо-лево Хотя у нас Е-режим, расслабленная подвеска То есть меня должно постоянно перестраивать Четко, по прямой, идеально Перестраиваешь, отклоняешь руль И тут же автомобиль устремляется на тот угол, который тебе нужно Король дороги, да Король дороги, вот такой вот уровень И причем, да, я уверен, что Возьми, например, Мерседес Подобного, да, С-класса, я помню Ездил, единственное, что отметил Очень у него спереди колеса прям Шумные-шумные были Удивился, что он такой шумный Тут спереди, непонятно, да Сзади там ситуация меняется тоже Соответственно, сзади эти машины Намного комфортнее, чем спереди Это отмечу То есть нельзя про представительский седан Рассказывать сидя из-за руля И именно поэтому я не очень хотел Ну, у меня так получилось, да, что Машина оказалась на тесте Не могу я раскрыть его в полной мере Этот автомобиль, не могу Я не могу себе его позволить раз И даже если бы мог бы, все равно не купил бы Потому что у меня Менталитеты, особенности Совершенно другие склады моего характера Это было бы наверняка Даже не С-8, это была бы РС-4, скорее всего Вот такой автомобиль бы, да Вот РС-4, то, что надо Для меня это мой, да Мой конфиг Мой конфиг, возможность загрузить туда Какой-нибудь коробки И поехать 250 на дачу, например Вот так вот Вот это вот мое сознание, да Искаженное там своими желаниями Не знаю Здесь, да, это Как и G70 По большому счету автомобиль Совершенно немой Но как же он классно едет 340 сил Казалось бы, должно быть медленнее Чем А6, например, А7 Но эти 340 сил здесь вполне кстати И не чувствуют нагрузки дополнительные Хотя А6 сейчас нынче по размеру Это почти как А8 обычно Снохшибательное Транспортное средство Безупречное По издовым дисциплинам С пневмоподвеской С полноуправляемым шасси Восторг Сказка И Великолепный автомобиль Способный двигаться В любых условиях Заключением Бездорожье Кросс седанов Этого класса Мы пока не видели Может и До этого дойдет Ну Это уж совсем Совсем Мне кажется Будет клиника Вот такой вот автомобиль Ауди А8 С литер-Л Да и без Л То же самое Можно сказать Только еще чуть будет Он быстрее Чуть проворнее Потому что База Короче Все Кольца рулят Кольца правят миром Кольца сплотили нас И Это полный экстаз Вот так вот примерно Есть у кого есть что возродить Пожалуйста Жду вас Всегда рад Всегда рад Пообщаться Всегда рад Обсудить Все Жизненную историю Кому интересно На Russian Driving Дуете Там естественно Можете увидеть Движение сюда Ехал Какой расход показал То есть сейчас расход При таком движении Вполне ничего На этом я с вами прощаюсь Это была Ауди А8 Снагшебательная Техно Представительского класса От немецкого Автопроизводителя Шикарный автомобиль И На мой взгляд Действительно Дозначно сложно Выбирать Из этого класса Что Семерка Что С-класс Который кстати Почему-то С-класс Он в лидерах Я не знаю почему Вот мне этот автомобиль Понравился Намного больше По ощущениям Я прям вот Кайфую От Видимо Вот мне Опять же Моя Взглата Вот эти линии прямые Кому-то скучно Они мне нравятся Намного больше Намного больше Мне нравится Такой вот Строгий интерьер Обилие экранов Четко сделанных Экранов Без торможения Без лагов С обратной связью Да С одной стороны Это Порой Не очень удобно Я все таки Предпочел Было Что было Больше Реальных Кнопок С другой стороны Смотрится Круто Огонь Да еще Моторизированные Фишечки Ох Какая Классная Машина Муа На этом С вами Прощаюсь Пока